Дорогие друзья, доброе утро! Всем доброе утро! И продолжаем наш цикл занятий Попертеавод Продолжаем цикл занятий Попертеавод Снова в походных условиях Походные условия Сука Сегодня Сука Равина Вольфа Это Одесса Вот Это только час Суки Сука огромная вообще здесь Еще там за углом За углом Вообще огромная Огромный шалаш Такой не знаю, сколько тут людей Просто в Одессе Какая-то дигантомания Знаете, кто что развивает В Одессе огромные шалаши Огромные шалаши Много людей празднуют Суккот Прекрасная погода И мы продолжаем изучать Попертеавод Потому что праздники приходят и уходят И события в жизни меняются Постоянно меняются события Меняются они, меняются Да, всем шалом И как бы внешняя картинка Внешние события Они все время меняются И должно быть в жизни что-то постоянное Какой-то стержень На который оно все наматывается И изучение Торы Ежедневное изучение Торы Это, я считаю, лучший стержень На который можно дальше Накручивать всю Всю виртуальную реальность Своей жизни Потому что, в принципе, жизнь человека Это виртуальная реальность Он что-то планирует Он что-то вспоминает У него есть какие-то идеи о себе О жизни Он оценивает постоянно Своё состояние и окружающий мир То есть каждый человек живёт В некой виртуальной реальности Своих мыслей Если в каждый день Впускать в себя Вот этот вот поток Торы Поток Торы, да Это именно мысли Бога Тора это мысли Бога То вот этот вот чистый Такой как ручей, да Он будет заходить в мышление И будет в мышлении Создавать тот позитивный заряд Позитивный заряд Такого, ну, божественного света И духовности Потому что, в принципе, человек Он как устроен Он или размышляет о том Что у него внутри Или он следит вниманием За тем, что снаружи То есть внимание Постоянная мысль Она или должна зацепиться За что-то, что снаружи Там человек читает книжку Он в книжке Человек смотрит фильм Он в фильме Человек смотрит С кем-то разговаривает Он в разговоре То есть внимание или снаружи Или если ты в этот момент Находишься один То у тебя идёт внутри Разговор, внутренний разговор Размышление О себе, о жизни Что делать, о планах О том, что происходило с тобой То есть каждый человек Он живёт в мире своих мыслей И, значит, Тора Если ты впускаешь себе каждый день Как бы кусочек вот этой вот мысли Торы То оно тебе даёт внутри Даёт тебе набор идей Которые работают Работают, прежде всего Тора Работает для духовного роста Для того, чтобы приблизиться к Богу И духовно вырасти Второе Тора работает И для жизненных событий Вот сегодня у нас Мишна Очень жизненная Одиннадцатая Мишна Мы выучили в прошлый раз Четыре типажа есть людей Четыре типажа есть людей А в одиннадцатой Мишне Нам сообщает Трактат Перкеа Устная Тора Что есть четыре качества БДОТ ДОТ это Смотрите Каждый человек живёт в картине мира Вот эта общая картина мира Называется ДАТ То есть восприятие Есть восприятие Вот общая как бы картинка Вот то, что человек воспринимает И то, с чем он взаимодействует Это называется ДАТ Восприятие Теперь есть четыре типа восприятия Так правильно всё будет перевести Четыре типажа есть восприятия И значит, что за четыре типажа Первый типаж такой Ноахликоз в ноахлирацот Первый типаж он Ноах Это он Свободно так легко Он гневается И так же легко он успокаивается Значит, давайте разберёмся Что это значит Что такое вообще гнев Что такое человек легко гневается Само понятие гнев Само вот это вот качество гнев Гнев бывает очень разных форм Бывает, например, скрытый гнев Который называют словом раздражение Вот если человек раздражён У него Ему что-то не нравится Это уже лёгкий гнев Гнев такой легчайший Если он Сильно злится на что-то То это гнев уже более проявленный Если он Если он Прямо гневается Гневается Это уже Бывает человек прямо орёт Бывает в гневе Человек убивает Кого-то, не дай бог И так далее То есть Это всё называется Качество гнев Откуда берётся этот гнев? Тора очень против гнева Говорится, что Тот, кто Гневается в сердце своём Тот, кто держит Гнев в сердце Внутри себя Он гневается Так он Значит Как будто бы Служит идолом Представьте То есть Это приравнивается К идолопоклонству Ну если там Глубоко копнуть То Какому идолу он служит? Смотрите Что такое гнев? Гнев Это Это Несогласие С тем, что происходит Когда нарушается Правило человека Он гневается То есть Человек в себе Устанавливает Какие-то правила Должно быть так Должно быть так Должно быть так Должно быть так И потом Эти правила нарушаются И он Если чуть-чуть нарушается Он расстраивается Если сильно нарушается Он гневается То есть Это качество гнева Теперь Обычно Когда человек Недоволен жизнью Недоволен другими людьми И так далее То то он забывает, что ведь всю реальность, реальность, которую он воспринимает, это создали как бы две сущности, можно так сказать. То есть первое, это создал он своими действиями, мыслями, ожиданиями, решениями вчерашнего дня. А второе, создал Бог, который ему дал ответ на его действия, на его поступки. То есть на кого ему гневаться. То есть ты сам же сделал, ты от Бога получил максимально адекватный результат тому, что ты подготовил. И все, на кого ты гневаешься, на Бога ты гневаешься, нельзя на себя гневаться, нет смысла. Ну то есть если ты сам же сделал, что ты сейчас еще усугубляешь. То есть суть гнева понятна. Теперь, значит, есть первое качество в людях, в характерах, да, это человек легко гневается, он легко гневается, расстраивается там и так далее. И он легко же потом успокаивается. Он говорит, ну ладно, все к лучшему, быстро он успокоился. Так говорит нам Пертьявод, что в этом случае, в этом случае, я отца, я отца, сейчас, я отца эфседобэсхаро. В этом случае его убыток больше, чем его награда. С одной стороны, то, что он успокоился, это хорошо. Он умеет успокаиваться, он быстро такой прям, ну все нормально, приходит в себя, осознал, что все нормально, но вред, который он получает от гнева, он намного больше, чем его награда за то, что он от этого гнева избавился. То есть тут надо понимать, что каждое действие, оно имеет последствия. И действие, когда человек, он может выйти из состояния гнева, оно тоже очень сильное, очень сильное по своему позитивному влиянию. Есть такая, тоже в Талмуде такое высказывание, что тот, кто маавир аль-мидотав, тот, кто умеет переступить через свои качества, то есть там успокоиться, остановиться, не вспылить, убрать гнев и так далее, не обидится. А маавир аль-мидотав, маавиримлю альколь пашавы. Ему прощают все его грехи. То есть как ты умеешь остановиться и кого-то простить, не обидеться и так далее, так же Бог будет относиться к тебе. Но если ты уже до этого разгневался, в гневе ты кого-то обидел, что-то ты сказал и так далее, то даже на физиологическом уровне гнев очень негативно влияет на всю нервную систему, на эмоциональную систему. То есть тот, кто быстро гневается, легко гневается и легко успокаивается, все. И отца написано с хоробой и вседо. То есть у него его награда, она меньше, чем его, и все это его потеря. Второе качество. Второе качество, говорит нам одиннадцатая Мишна, значит, кошелекоз, он очень тяжело гневается. То есть тяжело имеется в виду, редко-редко, и его вывести из себя практически невозможно. Но тем не менее, он кошелекоз, вы кошели, родцот. Но если он уже разгневался, то он уже не успокаивается месяц. Он может месяц потом переживать, и месяц он будет прямо злиться. Значит, что в этом случае? В этом случае, значит, кошелекоз, вы кошели, родцот и отца с хоробой и вседо. То есть тут у него больше награда все-таки, чем его потеря. Почему? Потому что если он очень редко гневается, то есть если он в большинстве случаев, он может справиться со своим гневом и недовольством внутри. То есть он, ну ладно, бывает там. Ну то есть он ко всему как бы относится, принимает. Он принимает реальность. Он не взрывается, не злится, не обижается. Ну то есть он такой кошелекоз. То есть его тяжело очень вывести из себя. Он на любую ситуацию смотрит сквозь призму, чему Бог меня учит, что мне Бог хочет этим сообщить, где я, если мне сейчас не нравится ситуация, где я в прошлом ошибся. И как бы она могла быть еще хуже, если бы, например, не дай Бог, ведь любая ситуация, она могла бы быть еще хуже. То есть если человек владеет всем этим арсеналом средств самоуспокоения, то он и он в большинстве случаев побеждает свой гнев сам лично вначале. Это называется кошелекоз. То есть он тяжело входит в состояние гнева. Даже если он потом долго из него выходит, то это ситуация предпочтительнее, чем быстро и легко взрываться. То есть очень плохо быстро и легко взрываться. и быстро отходить это хуже, чем редко-редко взрываться и долго отходить. Понятно, да? Третий вариант. Третий вариант нам дает Мишна. Значит, он Каше Ликоз Венуах Лерасот И такой человек хасид. Хасид это делает больше, чем требует даже закон. То есть если он умеет не разозлиться, не разгневаться, и если он умеет, даже если он разгневался, сразу успокоиться, прямо в момент гнева, он тык, выходит из этого, да, просто выходит, он понимает, что не туда зашел, и он бах, и вышел из состояния гнева, тогда он хасид. То есть это идеальный вариант вообще. К этому мы должны все стремиться. Давайте подумаем, как это можно сделать. Например, приходит какая-то ситуация, которая вас выводит, да, какой-то человек, какая-то ситуация. И если вы включаетесь в эту ситуацию, то вы начинаете гневаться. Если вы, как айтидо, делаете шаг назад, да, делаете шаг назад и думаете... Есть тут разные методы. Некоторые советуют представить себя в стеклянном колпоте, некоторые... Ну, то есть самое главное не подключаться, не присоединяться и выбрать такой формат мышления. Я когда-то помню, такое упражнение я делал. Значит, обычно что человека выводит в гнев? Его выводит интерпретация того, что произошло. То есть интерпретация происходит, ну, например, какой-то человек вам там что-то сказал очень обидное, да, и вы, значит, обиделись, но вы обиделись не на то, что он сказал, а на то, как вы потом это себе внутри переинтерпретировали. Как он мог? А я ему сделал столько хорошего, а он такой неблагодарный, а он так, а еще он сказал мне то, а еще он мне сказал... То есть если человек, он берет и накручивает на это дополнительного, то его гнев растет. Если он говорит, что это значит, что он так повел себя, значит, его кто-то обидел. Может же его кто-то обидеть? Может. Это значит, его кто-то обидел. Что еще может быть? Это значит, что та информация, которую ему дали, она неправдива. Это значит, что, возможно, я как-то сам поступил по отношению к нему не очень хорошо, и он как бы сейчас, вот он в том еще варится, в том виде. В общем, в зависимости от значения, которое вы передаете информации, и будет выходить ваша эмоциональная реакция. То есть есть, есть две таких главных позиции. это позиция адвоката и позиция прокурора. Если вы входите в позицию прокурора, то вы будете усугублять вину второго человека и, как следствие, увеличивать свою обиду на него. Если вы войдете в ситуацию адвоката, то вы будете, наоборот, уменьшать степень тяжести его обиды. И возможно, что вы так интерпретируете ситуацию, что вы вообще не обидитесь. Понятно, да? Теперь, значит, еще раз, мы уже знаем три качества. Первое качество. Быстро гневается, быстро отходит. Его награда за то, что он быстро отходит, меньше, чем его вред из-за того, что он гневается. Второе. Тяжело гневается, медленно входит в состояние гнева и быстро, а и медленно из него выходит. У него награда больше, чем эфсет, но у него, его потеря очень большая. Третий вариант. Долго, тяжело его вывести из себя, тяжело гневается и сразу же выходит из этого состояния. Это называется хасид. И четвертое качество. Это быстро гневается и долго выходит из этого состояния. Это злодей. То есть, тот, кто быстро гневается и потом тянет обиду, мстит, запамятный, он не отпускает свое прошлое, он злодей. И обычно такие люди, они, естественно, ну, больше всего они страдают. Вот все эти злодеи, кстати, интересно, они-то больше всего страдают, потому что если человек все время копит в себе обиды, представляете, какой у него запас обид, вот он все время гневается и копит обиды, гневается и не отпускает, гневается и не отпускает, гневается и не отпускает. И у него внутри накапливается такой мешок, такого прямо гнойного, такого, как сказать, вот эти все, я слышал, что маньяки там разные и так далее, у них внутри вот дикая боль. Они все время, вот их, когда говорят, как ты мог вообще все эти делать, ну, ужасы, да, там, убивать людей, мучать и так далее, они говорят, что у меня внутри просто боль такая, которая не утихает, постоянная боль, которая, ну, вот, из-за этой боли я делаю вот эти штуки. То есть они, как бы, злодеи, они мучаются очень сильно, и быть, конечно, злодеем это плохо, невыгодно и неправильно. Поэтому, какой путь у нас, чтобы не быть злодеями, это тяжело входить в состояние гнева, то есть лучше в него вообще не входить, и легко, быстро сразу из него выходить, то есть мне нравится был такой метод, Хозе Сильва, метод управления подсознанием, и там была такая техника, что когда человек себя ловит на плотих мыслях, он представляет себе доску такую, ну, доску, и стирает с нее, как бы, он, как бы, чистит свой мозг и говорит, стерто-стерто, 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 то есть он стирает негативные мысли, негативные интерпретации, и он прямо постоянно, как бы, только себя поймал на какой-то плохой мысли, обида, какое-то раздражение и так далее, ты просто стерто, и вот эта вот плохая мысль, она стирается. Все. Поэтому давайте сейчас сотрем все обиды, если будет приходить что-то, что вам кажется неправильным, несправедливым. Помните, что реально создают два, двое. Это ты и Бог. Обижаться на себя нет смысла, обижаться на Бога нет смысла, людей исправить мы не сможем, потому что дай Бог исправит себя. То есть, когда люди обижаются на других людей и спрашивают, как их исправить, вы не можете исправить других людей. То есть, себя человек не может исправить, да стараешься себя исправлять, и то не получается. Так как можно других исправить? Самая бесполезная работа пытаться исправить других людей поэтому я советую фокус внимания направит на себя тренировать себя тренировать себя чтобы не входить ни в раздражение не вне вне в обиду не вот в эти все негативные эмоции они просто уничтожают внутренний мир отношения людей то есть быть стараться полностью сосредоточиться на себе и на том чтобы быть позитивным 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 и значит с божьей помощью вокруг будет тоже позитив чем больше будет позитивных людей тем более будет веселый спасибо всем удачи успехов мадим лисимха вечером наступает праздник два дня урока не будет что-то поучить что-то из божьей помощью всем мадим лисимха удачи успехов не гневайтесь будьте спокойно радостны и счастливы